Микс Ньюс Советы Богачек То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать Российский психолог-психотерапевт Скажи ему, слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно Специалист по семейным отношениям Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую жизнь Ирина Богачек на Радио Болтком Поэтому это такие некие лайфхаки Дает советы и отвечает на вопросы Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами А потом их раскроем, да? Советы Богачек Время выхода программы анонсируется дополнительно И все проблемы решаются Добрый день, уважаемые слушатели Да, действительно, программа Советы Богачек Которая, ну вот, периодически, не так часто, может, как хотелось бы Появляется в нашем эфире Ирина Богачек, психолог-психотерапевт Здравствуйте, добрый день И Елена Михайлова, организатор всевозможных, интересных, увлекательных мероприятий Добрый день Мы поговорим сегодня, я понимаю Все наши предыдущие темы были как-то о том, как наладить мосты Как встретить человека нужного А сегодня мы поговорим, как мы анонсировали, о расставании Да, 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 да Но прежде чем мы поговорим о расставании Ну, буквально два слова о том, что вначале люди вообще-то встречаются То есть, чтобы расстаться, нужно встретиться И, ну, вообще, для чего люди встречаются Кто-то от скуки, кто-то искренне влюбляется Кто-то для интимной близости Ну, в принципе, любой человек абсолютно хочет от другого человека чего-либо Кто-то заботы, кто-то материальные заботы Кто-то и того, кто-то секса, кто-то совместных прогулок Там, я не знаю Всего-всего чего угодно И я, по-моему, уже говорила, что если уж мы говорим о любви Да, то есть, ну, как минимум три уровня То есть уровень интимный, эмоциональный И уровень когнитивный, то есть уровень мыслей И вот хотелось бы, чтобы хотя бы два уровня совпадало А вот если только один, а по-другому, например, мы испытываем проблему И дискомфорт какой-то В любом случае человек пойдет искать другого человека Ну, потому что что-то не удовлетворяется И у нас все время ощущение голода Прямо голода иногда даже на уровне физиологии И поэтому люди, ну, принимают решение Или один кто-то, да, принимает решение расстаться Но на самом деле вначале, кстати, могут они даже очень быть Такими супер влюбленными парами Которые, я не знаю, смотрят друг другу в глаза Ловят каждое слово Такой некий период русских очков Да, 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 ничего не существует Я хочу сейчас процитировать одного своего коллегу-психотерапевта Он говорит о том, что вот эндорфины, которые выделяются, да, в начале, вот при знакомстве Это есть не что иное, как некие наркотические вещества Задурманивающие наши мозги Для того, чтобы мы вообще не видели недостатка в партнере А всё достаточно просто Вселенная это делает только для того, чтобы потомство было То есть через какой-то период наркотик выходит из организма И нельзя ли всё-таки этот наркотик как-то постоянно вспрыскивать? Да, да, да Ну, помните, я уже говорила, что стресс живёт 317 с половиной дней Вот после этого наркотик, наркотическое действие эндорфинов снижается Поэтому поддерживаем либо эмоциональностью какой-то, либо мыслями, либо совместными интересами и так далее Ирочка, вот сегодня поступил вопрос у меня от наших слушателей Значит, ну, допустим, да, вот всё, человек как бы пришёл, вот к этому нам надо расстаться, да Как лучше сообщить об этом партнёру? Потому что человек сказал как раз о том, что у меня уже был такой случай, когда эмоции, ну, перешли в некую агрессию И теперь, говорит, я думаю, что лучше это сделать дистанционно И поэтому вопрос Как лучше это сделать, чтобы не ранить партнёра и чтобы при этом сохранить самоуважение к себе? Дело в том, что, да, очень часто, особенно в современном мире, люди принимают решение расстаться по СМС И на самом деле здесь мы попадаем в такую воронку, которая называется незакрытый гештальт Либо у одного, либо у второго, либо у обоих А потому что, к сожалению или к радости, человеческая психика, она стремится к завершению То есть нам нужно получить, поставить точку, то есть получить какую-то концовочку Но ведь тут человек какую-то точку для себя уже поставил, который, ну, скажем, агнициатор, да, инициатор разлуки Неизвестно И я сегодня буду рассказывать о правилах вот такого полного расставания, когда, в общем-то, плюс-минус вот тот самый гештальт будет закрыт Но если ему не хочется вот этой агрессивной эмоции Да, иногда в некоторых случаях действительно и психотерапевты советуют Если было насилие, агрессия, то есть страх, что тебя ударят или еще что-то Но в данном случае, ну что, мы можем, например, попробовать, попробовать, не обязательно, поговорить в общественном месте Но для этого нужно человека подготовить как-то эмоционально Безусловно Дорогая или дорогая, мы с тобой встретимся, нам надо поговорить, потому что вот это самое страшное Не-не-не, надо поговорить, да, я уже как-то, да, рассказывала о том, что особенно для мужчины Это вообще ужас ужасный, потому что... Ну, обозначить как-то нужно повод встречи или... Или просто встречаемся, а там, кстати, там на забередине ребенка и с садик, и, кстати, мы с тобой расстаемся А вот, кстати, есть такое понятие, что оказывается самое сложное расставание у людей, у которых жизнь монотонная Когда кажется, что все уже налажено, все слажено Вот у нас и дом, и дети, и муж, и котлеты с гречкой в 7 часов вечера А потом он приходит и говорит... Да, а мужчины чаще всего, кстати, не говорят Они просто каким-то образом, вы знаете, косвенно Вышел за сигаретами Нашалевший мальчишка, да, вдруг узнается, что у него действительно есть другая А есть, кстати, вот статистика, кто первый инициатор обычно разлуки, расставания, женщины или мужчины? И кто эмоциональнее расстает? Ну, дело в том, что статистика есть только об одном, что женщины действительно более эмоциональны И женщины чаще говорят о том, что я хочу расстаться, но на самом деле не делают А мужчины реже всего говорят, но оп, и выясняется, что да, и делают А еще я знаю, у меня есть знакомая такая пара, которая расстается просто каждую неделю И на протяжении уже 8 лет, наверное, где-то То есть, вот помнишь этот фильм, да? Привычка расставаться Да, привычка жениться Жениться было, а тут скорее получается, мужик сказал, мужик сделал Но перед тем, да, но перед тем, как жениться, они же расставались всегда, правильно? Ну, вообще, я думаю, что архетипически, например, это могут быть два воина Ну, есть такое понятие, да, наши психологические органы, органы архетипа И два воина, они всегда воюют друг с другом Но после этой войны у них очень эмоциональное и бурное примирение Чаще всего Крепкий сон Здоровый крепкий сон Еще раз хочу немножко поговорить, коллеги, о том, почему же люди вообще принимают решение расстаться Ну, например, еще раз вернусь к тем парам, которые, в принципе, вот вроде бы все слажено, налажено Идеально, что называется, полное слияние Мы живем друг для друга, у нас все замечательно Мы дышим одинаковым воздухом И потом вдруг, хоп, рождается Какой-то момент, да, причем он такой не уловил И оказывается, что уже мы не только друг для друга, а вот еще для кого-то третьего И больше всего в этой ситуации страдают мужчины И я уже, по-моему, даже говорила, да, как лайфхак Милой барышне, пожалуйста, обращайте внимание в этот момент больше не на ребенка, а на своего мужчину Потому что, как говорил Юнг, да, наши мужчины, это божественные сыны, мальчики 9-10 лет И они моментально чувствуют, что им не хватает энергии Особенно, если женщина еще куда-то выдворяет, я не знаю, в другую комнату Потому что он ей мешается или еще что-то Даже если мужчина сам говорит, мне мешает, там, плач ребенка, я хочу Нет, каким-то образом организовать так пространство, что вот есть наше место Есть вот кроватка, допустим, ребенка Что вот мужчина не чувствовал, что ему не хватает энергии Или, например, одна из причин, да? Да, люди считают, может, очень часто ко мне в семейную терапию приходят пары Более того, мужчина далеко не ходит Вот, допустим, женщина их выдворила в другую комнату на диванчик Полгода он там поспал А потом выясняется, что у него оказывается романтик с его главным бухгалтером Да даже далеко ходить никуда не нужно Мужчина, вот где здесь рядом найдется источник энергии В данном случае это оказалось бухгалтер Вот, ну и вот и все И потом прибегает ко мне в терапию эта женщина и говорит Помогите вернуть мужа А сама виновата Да, или, например, когда два в одном флаконе называется То есть люди говорят Мы абсолютно одинаковые У нас все одинаковое Нам нравится вместе Идеальная пара Оказалось бы Да, а потом вдруг выясняется, что Он любит играть в танчики А ты того все и не любишь Или оказывается, что ты, допустим, там на жуткий шопоголик И без конца покупаешь губные помады А он не покупает И так далее И отсюда начинается Как так? Мне казалось, мы настолько одинаковые Ну вот просто двое из ларца А на самом деле пара Это, конечно же, ну Две личности У которых, ну, вовсе не должно быть Все одинаково Конечно же, общность интересов Это все классно Замечательно Но все равно Мы и эти мы притягиваем Да, какие-то моменты Наши не схожести Дают нам основания для того Чтобы мы изучали, изучали, изучали Заново партнера Или, например Все, люди поженились Корону принцесса это сняла и король И начинают жить вместе И все вроде бы понятно Они говорят А что нам разговаривать? Вот в принципе Ну вот Все же понятно Все хорошо Все уже проговорили Все проговорено И вот этот дефицит общения Очень часто приводит к тому Что люди начинают додумывать За своего партнера Иногда даже того Чего там и не было И нет И Здесь очень важный момент Сколько бы вы лет вместе не жили Там, пять, десять, двадцать Разговаривайте Разговаривайте каждый день То есть, по сути, уже делиться всем Что происходит Безусловно Потому что информация Это такая же пища Как энергия секса Или, допустим Те самые пресловутые котлеты с гречкой Что же я к ним прицепилась Не знаю Или, например Очень часто Знаете еще Какая история бывает Почему люди расстаются Некая служба спасения Когда вот один ради другого говорит Я брошу пить Или я брошу курить Или, допустим Я ради тебя Там чему-то научусь С чем-то справлюсь И так далее И второй Ему активно помогает И вот здесь Выхода два Либо тот Вот который Вот что-то там Превозмогал себя И что-то делал Действительно Выходит на новый уровень Ну, я не знаю Был, например Вот он там Простым инженером Ни в коем случае Не хочу Никакую профессию Там обидеть Ну, просто был таким вот Обычным Звукооператором Ой Нет Чудесным звукооператором А потом он стал Мэром города И помогла ему в этом Его вторая половина И чаще всего Ну, вот люди бывают Не очень благодарны То есть им не нужны Свидетели Победы их, да? И особенно Собственных неуспехов Если, допустим, будучи этим инженером Он алкоголизировал, да? Допустим, там Ничего не делал А теперь вот он звезда И он, конечно, хочет Рядом видеть только ту свиту Которая вот знает его Именно таким Либо человек Так и не двигается Да? К цели И в данном случае Он становится заложником Вот этих отношений Службы спасения Когда кто-то из партнеров Говорит Да ты без меня ничего не сможешь Ты мой крест Я так и буду В общем-то Всю жизнь О тебе заботиться И тому подобное Вот Но рано или поздно История в любом случае Может закончиться А вот у меня Такой пример из жизни Джим Керри В одном из интервью Когда он развелся Со своей первой Еще тогда женой Она была простой девушкой Ну вот у него была Карьера только начиналась И он говорил Понимаете Вот я прихожу Вот звезды Голливуда со мной То есть я там веду съемки А жена говорит Иди вынеси мусор Ну вот это вот Это просто вот было невозможно вынести Потому что я уже живу Совершенно в каком-то другом мире Это пример того Что вот они Она отстала от него Он вырвался в стратосферу Я думаю Что здесь скорее Такое понятие срабатывает Как ролевые игры Когда мы вступаем в отношения Мы распределяем роли Да И существует два типа взаимоотношений людей Враждебность даже в паре Да Когда мы противопоставляем друг друга Себя Да А я вот это могу А я вот это А я вот это делаю Либо Душевность и открытость Душевность и открытость Гораздо сложнее Потому что рассказать О своих проблемах О своим наболевшем Это на самом деле очень страшно Потому что потом твой партнер Может это использовать Ну например В ссорах каких-то И для того чтобы Вот Условно говоря Вроде бы показать близость Но на самом деле не показать Люди говорят Давай мы договоримся Вот я ради тебя Готов отказаться от чего-то Ну допустим Ты как женщина будешь Делать вот это Вот это Вот это А ты как мужчина Будешь Ну ты же мужчина Что же я сама буду колеса Минять что ли Это же мужские обязанности Ну на этот момент они договорились Да Они договорились И в данном случае Она таким образом Ну это как гипотеза Она ему напоминает Что мы пара И мы с тобой договорились И если мы с тобой договорились Что мы живем вместе То значит Ты можешь выполнять И не чураться Любой абсолютно Работы в нашей паре В том числе И вынести мусор Даже если ты достиг Вот этих вот слоев Стратосферы Я понимаю В этом случае Он не захотел Уже придерживаться В предыдущих договоренностей Да И в общем-то Что пацан Я же сказала Что вот Все Вот этого уровня достиг Все Вот есть Опять же говорю Все от архетипа зависит Скорее всего Это Джим Кэрри Ну вообще Актеры многие Это такие по архетипу Торговцы То есть И соответственно Они улучшают Свою жизнь В том числе и в карьере И как С улучшением Новой жизни Я позволяю себе Покупать новые Какие-то бренды Дорогие машины Так же я покупаю И новую Дорогую женщину То есть Женщины тоже Вот Все выше 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 Уровнем Становится И Какое угодно Количество пар Мы знаем Когда В начале Когда поднимался Например Мужчина Жена его Стимулировала Ресурсировала Поддерживала А потом Когда они уже Достигали Какой-то Высокой точки Ну Эти дамочки Извините Ну Сколько Даже сколько мы слышали Да Вот эту классическую фразу Я Я всю молодость Тебе отдала А что я получила Взамен Да Ой Вот это вот Лучшие годы свыше Хотя мне кажется Не совсем Это та же самая Слышба спасения Потому что Потому что Человек же тоже Что-то давал Положительное Но почему-то Когда расстаются Про хорошее Уже не помнят А вот это в этом смысле Еще есть один важный Пункт Очень Когда люди Не строят планы Вот если бы Они строили планы Совместные В том числе И по его карьере Окей Ты будешь двигаться Ты будешь Раздвигаться Где Развиваться И раздвигать Да Вот пространство Наши горизонты Где здесь мое место Да Я хочу быть Рядом с тобой Либо я иду Параллельно с тобой И точно так же Развиваюсь А вот этот вариант Что извините Да Я тебе всю жизнь Свою отдала Всю молодость На тебя положила Чаще всего Мы слышим от партнера Что А кто тебя просил Вот Да Собственно так и есть Да Добровольно это сделал Поэтому люди Должны планировать Даже когда Все спланировано Они должны Еще планировать Что будет дальше Что будет потом Иначе наступает Скука и разочарование Но это как будто бы Ты не видишь горизонтов То есть вот Все закончилось А вот еще один Вот сложный Наверное Момент в отношениях Ведь когда знакомятся Люди пытаются Показаться гораздо лучше Чем они есть Конечно И мужчина например Засыпает там Женщину дорогими подарками Там приносит ей кофе В постель А женщина может быть Ну старается показать себя Ну во всей красе Она все время И вот когда они Начинают жить вместе Вот в какой-то момент Ведь Ну происходит Вот Вроде бы мужчина Привыкает к тому Чтобы женщина Всегда выглядела Там великолепно И роскошно Когда она появляется Вот ну скажем Ненакрашенная Бигудяка Для него это Ну какое-то разочарование Или она вот например Ну он вроде бы Ее завоевал Успокоился Ну то есть Ну нет у него денег Зарплаты Например Он делает ей каждый Месяц дорогие подарки И для нее Это разочарование Как же так Вроде бы она все время Получала внимание Подарки И это вдруг Закончилось То есть вот этот момент Часто ведь тоже бывает Мне кажется Ну который ломает Отношения Конечно Причина расставания Вот эта причина Она очень красиво Называется Без лишних усилий То есть когда Все Вот произошло то О чем сказал Олег И люди перестают Работать Прежде всего Даже над собой Даже не только Над отношениями Над собой для других Над собой Потому что век Технического прогресса В котором мы живем Все по звонку Пицца Я не знаю Там Продукты Да что там говорить Женщину и мужчину Можно по звонку Заказать Извините И вот Здесь очень важно Чтобы люди Продолжали работать Продолжали оставаться Быть интересными Для своего Но для этого же нужно Внутреннее желание Изначально И прежде всего Для самого себя Иначе стоят вопросы Где здесь ты И так далее И даже если у вас Все замечательно Каждый день Вы должны Я не знаю Поливать это деревце Потому что иначе Ну что Все Оно завянет И Это я поговорила О том Когда все-таки Плюс-минус Пары Ну были благополучные И вот какие Что называется Подводные камни Ждут И на что Нужно обратить внимание А бывают еще Ситуации Когда Вот уже все Люди Чувствуют Что они живут В токсичных отношениях Но продолжают жить Я вот буквально Несколько слов Хочу сказать Именно о токсичных отношениях О признаках Токсичных отношений Ведь их очень Огромное количество Огромное количество И Очень часто Мы сталкиваемся С такой историей Что один говорит Как раз Нам нужно поговорить А второй Говорит Нечем нам говорить Или например Замыкается Или убегает Уезжает на дачу К другу А бывает Что просто один Жалеет другого Да То есть вроде Уже как ты привык Уже как родная душа Да И ты понимаешь Что человеку будет больно И он мучается Или она И эти отношения Тянутся и тянутся А потом уже Они усугубляются Таких же тоже Историй Миллион Вот И Конечно же Вот когда человек С нами не разговаривает А любая проблема Должна быть проговорена Абсолютно любая Создается ощущение Обесценивания Тебя То есть Со мной даже Не хотят поговорить А как мы можем Понять партнера Да Мы можем Ощущать его эмоционально Называется Без слов Для меня например Одним из критериев любви Является Такое состояние Когда можно долго И комфортно молчать С человеком Но не для всех Это так То есть Для многих Нужно действительно Поговорить И если люди Не разговаривают Не проговаривают Да Свои проблемы Но проговаривайте Вот у нас тема Ссора была Я рассказывала Как нужно говорить То есть Без Без Ну начнем с того Что прежде всего Без личных местоимений Я и ты А например Посмотри Что происходит Происходит То-то-то Я не знаю Наверное Это не очень хорошо Как ты считаешь То есть Как будто бы Мы как эксперты Оцениваем ситуацию На самом деле Это очень сложно И Ну и еще раз повторю Что это одна Из причин Того что Отношения Становятся токсичными Один все время Испытывает Вот это ощущение Что Недосказанности Что я Мне что-то не устраивает То есть если хотя бы Одного что-то Не устраивает В паре То отношения Ну могут разрушиться А еще я знаю Я попрошу Может быть Надеюсь Очень долго Просто человек Дозванивается Давайте Выслушаем вопрос Здравствуйте Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте А вот у меня Была подруга Они с мужем Встречались пять лет Потом жили вместе Потом они зарегистрировались После этих пяти лет Продолжали жить вместе У них родилась дочка И где-то года через полтора-два Они разошлись Но все были странцы Не могли понять Чем дело Ну что очень хорошая пара И второй вопрос А вот что делать С шантажистами С обеих сторон Или муж или жена Которые говорят Вот уйдешь Я повешусь Я утоплюсь Кто-то еще и таблетки Начинает принимать Вот И маслотворные таблетки Но в таком количестве Чтобы не умереть Спасибо Ой Огромное спасибо За ваши вопросы Спасибо за вопросы Но наверное У нас просто сейчас Время небольшой паузы Мы ответим на них Вот сразу после перерыва Спасибо Микс Ньюс Продолжается программа Советы Богачек Ирина Богачек Российский психолог Психотерапевт Рассказывает о том Как правильно расставаться Сегодня у нас такая тема В программе Принимает участие Елена Михайлова И вот перед уходом Перед перерывом Было вот два вопроса На которые мы обещали ответить Итак Первый вопрос Он касался того Что люди жили В так называемом Гражданском браке Потом когда они Зарегистрировали отношения Они расстались Это очень глобальная тема Я кстати предлагаю Ее сделать Темой следующей передачи Да Любовь и гражданский брак Вот И здесь очень часто Почему такое происходит Но уже проанонсирую То есть пока У тебя нет штампа В паспорте Ты не чувствуешь Себя обязанным И у тебя Не чувствуешь В той степени ответственности И так далее И поэтому Вот это ощущение Свободы Оно может Может Делать отношения легкими А когда ты уже Официально зарегистрировал брак У тебя появляется Часть обязательств И например Люди иногда С ними не справляются Потому что Например Срабатывают глубинные Детские какие-то Даже механизмы И я плохой Я не успешна Я у меня не получается И это может стать Причиной того Что люди расстаются Но я все-таки Сакцентирую внимание На втором вопросе Когда Женщина сказала о том Что действительно Шантажисты Шантажисты Вот когда В расставании При расставании Такое происходит И допустим Один начинает Манипулировать другим Дело в том Дело в том Что Как бы мы Не пытались Расстаться Все равно В этой паре Один будет Преследователем Или Агрессором Называется еще Есть такой треугольник Аркмана А второй обязательно В этой паре Будет жертвой Так вот На самом деле Жертва Есть никто иной Как скрытый Агрессор И в данном случае Вот эта жертва Может начинать Использовать Самые некорректные Неадекватные методы Угрожая Да Манипулировать Угрожая Тем что Я покончу жизнь С самоубийством И тому подобное Это же газин Чистый видит Это просто детская Это просто детская Фиксация И страх Что если мой партнер Уйдет от меня Я умру И в данном случае Вот так проецируется Это все И здесь Фифти-фифти Человек действительно Может это сделать И вот суметь Самому себе Объяснить Что это твоя воля Хочешь Ну глотай таблетки Но это будет твоя воля Твое решение Я к этому не имею Никакого отношения Вот суметь Это сказать И прежде всего Принять Самому для себя Не так-то просто Не так-то просто И таким образом Очень часто Кто-то из партнеров Насильно Поддерживает Отношения Потому что У второго Тот самый страх Что я стану причиной Но в данном случае Даже может быть смерть Но есть же даже В психологии Такое понятие Что человек Который способен На это Он никогда Это озвучивать Слух не будет Верно? Вот А если он озвучит Конечно же Конечно же Чаще всего Это именно Называется Так Это есть не что иное Как так называемое Показательное самоубийство Когда есть обязательно Желание Чтобы тебя спасли Поэтому обязательно Кто-то будет знать Где это происходит Как это происходит Весь фейнбук Будет в курсе В какое время Будут приняты Эти таблеточки И так далее У нас еще есть Один звонок Пожалуйста Добрый день Всегда Ваши гости Слушаются С интересом Но сейчас По обоим Этим аспектам Что она высказала Я не согласен Пожалуйста Скажите свое мнение По второму Там нюансы Он ведущий Любит кино Очень сильно Вот посмотрите Фильмы режиссера Сегодня смотрели Это по второму аспекту Там в нюансах Я с вами не согласен А вот по первому Категорически С вами не согласен Вот звонившая Лариса Она у нас номер один Там на балконе Она по возрасту Примерно такая Как я Вот я всегда Раньше говорил Да Что женщина В то время Сейчас все поменялось В то время Женщина должна была Совершить два подвига Это выйти замуж И родить ребенка И когда она становится После этих двух подвигов Тем кто она есть На самом деле То есть до выхода замуж Это У меня в принципе Какой-то опыт есть Я беру до себя Может быть Пока она не вышла замуж Она одна Значит вышла замуж Она другая Родила Она та Которая она есть Но она может быть Сама этого еще не знала То есть у нее вылезает На поверхность Все что в ней было Чего мы даже Подозревать не могли И как следствие Происходит то О чем вот говорила Вот эта Лариса Так что здесь вот Я очень с интересом Вас слушаю Но здесь я с вами Очень категорически Не согласен А возможно Если вы внимательно Меня слушали Вы обратили внимание Что я сказала Одна из гипотез Одна из гипотез А их может быть Достаточно много И я почему Сказала Что давайте Сделаем отдельную Передачу И я буду вам Признательна Если вы выступите Как раз Оппонентом Моим в этой передаче Потому что я Прямо вот там Подедально Буду разбирать Вопросы Вот этой Касающейся темы Гражданского брака Пожалуйста Звоните Еще раз скажу Вот по вашему ответу Я всегда говорил Что вы умнейшая женщина Одна из умнейших Которых я за последние месяцы Слушаю с удовольствием Мне приятно Спасибо огромное Спасибо большое Так Ну что Коллеги Предлагаю перейти Непосредственно К пунктам Того Как Ждем Не дождемся Как нужно правильно Расставаться Итак Прежде всего Мы должны Использовать Наш прошлый опыт Сейчас я скажу О чем я говорю сейчас Прошлый опыт С точки зрения позитива А именно Если мы Уже Один раз Расстались И выжили Значит мы можем Расстаться И еще раз И еще раз И еще раз И еще раз И поэтому Конечно же Любое расставание Это стресс Это огромный стресс И особенно я говорю Если человек Не на взрослой Возрастной фиксации Для него Это подобно Страху Маленького ребенка От которого Уходит мама Одна интересная тема Любовных треугольников Вот Поэтому Ну Это очень травматично И опасно Второе правило И поэтому Как мы используем Прошлый опыт Мы знаем Что такое уже Один раз было Поэтому В подходящей обстановке Спокойно Без Опять же Таки Использованием Вот этих Личных местоимений Я и ты Мы попробуем Еще раз повторяю Попробуем Поговорить И помним Что да Всегда есть Жертва И всегда Есть преследователь То есть Кто-то Обязательно Будет В роли Жертвы А кто-то Будет В роли Преследователя И он уже Не слышит И диалога Не получается Про дистанционный Разрыв Я уже тоже сказала Это тоже одно Из правил Расставания Все-таки Дистанционный Разрыв Нежелателен Нежелателен Люди должны Посмотреть В глаза В друг Другу И сделать Некоторые вещи О которых Я скажу чуть позже А если это уровень молодежи И подростковые И еще такие отношения Несерьезные Вот это Как раз Дистанционное Самое то А вот Леночка Ты же знаешь Что у меня как раз Была передача Поколение Z Где мы с ребятами Разговаривали об этом И я с ними Очень тщательно Проработала Эту тему И тоже Они согласились Со мной Что они теперь Будут Закрывать Гештальт То есть Переходить На новый уровень Взросления Именно словами Закрывать гештальт Глядя в глаза Друг к другу Говорить о том Что не нравится И почему мы не можем Быть дальше вместе И так далее А не просто Блокировать Избегать 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 Тем более Что наверняка Это общие компании Или если это студенты Но они все равно Будут встречаться То есть Как ты вот Встретишься с человеком С которым ты вот Дистанционно расстался Хотя как мне Сын мой рассказывает Ну как правило Это у них сейчас происходит Это сейчас очень популярно Конечно Дальше Обязательно Нужно Быть честным При расставании О чем Я хочу здесь сказать Совершенно не нужно Придумывать Какую-то красивую Историю С набором Каких-то причин Вот целый вот этот Фильм создавать Почему нам Надо расстаться Или что там произошло Или какие-то Какая-то мотивация Ужасная фраза Которая В песенке Знаменитой У меня появился Другой Или другая Этим самым Вы моментально Наносите Такой Попадаете В тело Боли Своего партнера Но это ужас Ужасный Давайте Исходить Не из другого А из себя У меня просто Закончились чувства К тебе Ну все Я больше тебя Не люблю Это будет Менее травматично Для твоего партнера Чем Допустим Описание Того Что я встретила Другого Он в отличие от тебя И мусор выносит И подарки дарит Но все равно Будет обратная связь И встречный вопрос Ага Ты встретила Или встретила другого Что тогда на это Парировать Правда Или все-таки Как-то уйти От ответа У меня просто На первом этапе разговора Безусловно Не надо ничего Рассказывать Про своего партнера Более того Следующий момент Ни в коем случае Нельзя обвинять Партнера И говорить Что Я вот тебе Тысячу раз говорила Ну мы сейчас С позиции женщины Ну понятно Что это может быть В одну и в другую сторону Что ты там Вот такой 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 И В особенности Часто так бывает Например Мужчина Наговорит гадостей Да Во время Вот в этот момент Наговорит гадости А женщина Например Вот такое тело Боли Ой Чтобы как бы мне Ему отомстить И пойду-ка я всем Такой слушок Пущу Там В компании Наших знакомых О его прекрасных Лучших Мужских качествах И почему я ушла И почему я ушла от него Конечно же Вот это делать Точно не нужно Потому что Месть Это не то Чем вы успокоите Душу Что называется Это будет Одномоментное Вот это вот Ощущение Вот этого Кайфа Победы Но на самом деле Дальше Вот по нарастающей Теперь что называется Может То есть нужно все-таки Попробовать заглянуть Прилететь обратно Хотя бы на какой-то Период вперед И увидеть Это совершенно не нужно Да Просто да У меня пропали чувства Я больше тебя не люблю А основой Да Все-таки Наших отношений Была любовь Ну вот так произошло Вот так случилось Может быть даже Поблагодарить за то Хорошее что было Потому что Как правило Начинают выливать Об этом дальше Обязательно Нужно попросить Прощения Вот Я знаю Что большинство людей Которые меня сейчас Слушают Они скажут Как это За что За что это И так далее Попросить прощения За то что я Сейчас говорю Это За то что я Я же понимаю Что я делаю тебе больно Да Искренне Может быть Сейчас ты меня Не простишь И так далее Я потом скажу В конце Сколько времени Не должно пройти Но попросить прощения Обязательно Это первое П Дальше будет Правило трех П Попросить прощения Дальше Это принятие Вот Давай примем Вот все как есть Вот сейчас Так Есть Уже по старому Не будет Как будет по новому Может быть по разному Жизнь Может быть длинной И вселенная Может совершенно Распорядиться По иному чем мы себя представляем Но давай примем Что Да На сегодняшний момент Вот наступила такая ситуация Когда Ну вот нам придется расстаться Тоже люди могут не принять Ну а третье Это вообще ужасное Что во время расставания Практически в принципе Люди не говорят Это Третье П Поблагодарить своего партнера Даже если он был тиран Даже если он Мучил вас Даже если вы были В тех самых токсичных отношениях И так далее Но ведь были какие-то Счастливые моменты жизни Ведь Раз были вместе Иначе Что-то хорошее было Иначе Иначе Вы не были вместе Да Поблагодарите И скажите И отметьте Чтобы в памяти этого человека Были И оказались Как раз Те самые моменты Что вы помните О том Что было что-то хорошее Вот это Три П Оно работает Безокоризненно Что нужно Обязательно сделать То есть В любых отношениях В том числе Не только При расставании С партнером Хочу вам сказать А при расставании С начальником Да При расставании Там С друзьями И подругами Тоже очень часто Например Наши друзья И подруги Могут быть токсичны И мы понимаем Что мы не хотим Больше с ними общаться И тоже используем Этот метод Как все заблокировать Не общаться Не разговаривать И так далее А у второй половины Тоже ко мне люди приходят И часто Мы работаем в терапии И они говорят А вот почему-то Вот мой друг или подруга От меня отказались Я так и не понял Почему То есть у людей Остаются вопросы Ручка А еще такой вопрос Бывает что люди Просто принимают Некое решение совместное Ну Дошли до какого-то острого угла Расстаться на время Чтобы посмотреть Что же будет дальше Сможем мы друг без друга И бывают же разные потом Действительно Как бы Ну эти истории Да Бывает что Вместе невозможно Это вы фантазируете Если исходится Один процент из ста То есть Потому что Когда люди Принимают решение Расстаться И говорят Кто-то один Говорит что Давай мы там поживем отдельно То есть уже какая-то причина Это агония Это агония И дело в том Что когда вы начинаете Жить отдельно Что происходит Появляются свидетели Я уже тоже об этом говорила Свидетели того Что вы не вместе И даже не столько Вы сами Сколько эти свидетели Будут расширять пропасть Между вами Появятся родители То есть рано или поздно Узнают Что вы живете не вместе Друзья Будут задавать вопросы Будут возможно Какие-то там Поползновения Со стороны Я не знаю Там Опять же Такие воздыхатели Она или он Сейчас живут отдельно Почему нет И так далее А у твоего партнера Будут появляться мысли Ага Если он или она Живет сейчас отдельно А чем же она там Сейчас в это время Занимается С кем она Ведь она нет Вояках в песне поется С кем она бывает Когда там тебя покидает И так далее Поэтому разъезжаться Точно нельзя Вот если вы Сто процентов Не приняли Решение Что вы расстаетесь Ни в коем случае Даже если вы Не разговариваете Даже если вы Я не знаю Месяц можете не разговаривать Два Три Но если между вами Все-таки есть Какие-то Вот эти части Вашей любви За что можно зацепиться Может быть Например Влечение Вот не разговаривали Не разговаривали А потом в коридоре Столкнулись И вот что называется Вот электрический разряд Бумс И жизнь началась По новой Но если все-таки Возвращаться к тому Что расстаются люди Понятное дело Что нужно Обязательно Дать выход Эмоциям Но постараться Дать выход Этим эмоциям Не в присутствии Своего партнера Что очень сложно А вот Вот переступи порог Вот выйди И дальше Несись на всех парах В магазин посуды И там бей Да Хоть куда-то И обязательно Обязательно Нужно поплакать Потому что И мужчинам И женщинам Ничего в этом Такого нет Ну не все пойдут К психотерапевту Идите к своим Ну к друзьям Или просто Иногда мужчины Покупают Бутылку Алкоголя И вот что называется С ней Разговаривают Бывает что затягивает Этот период И он только Устагубляет Этот момент Но вот здесь Об этом Мой совет Что не стоит Увлекаться Жалостью к себе То есть это не позитивно Это может довести До депрессии Но все-таки Выход эмоциям Нужно обязательно Дать при расставании Обоим Потому что Обоим Потому что Ну иначе будет Соматика То есть может Что-то заболеть Потому что Любой симптом Как я уже говорила Это творчество психики То есть она нам Стучит-стучит Мы не слышим На получи симптом Но выход эмоции Дать с друзьями Близкими Или лучше все-таки Ну как бы Уединиться Все зависит от человека Интровертированный он Или экстравертированный Ну чаще всего Нужен свидетель Чтобы кто-то Вот стал той самой Жилеткой На плечо Которой Ты мог бы порыдать Пусть даже твой друг Тебе ничего не говорит А просто рядом сидит И с тобой Ну наверное главное Это сделать дозированно Потому что бывает Что когда ты уже Просто уж таешь Будь жилеткой И слушать Когда уже этот период Затягивается на месяц На два На три Правильно Да Ну это вот про тот самый Треугольник Что жертва Преследователь И спасатель То есть чтобы ты не стал Тем самым спасателем К которому будут все Обращаться за помощью Вот по поводу Вот по поводу этой барышни Про которую Лена сказала Это вот следующий мой совет Как правильно расставаться Действительно Позвольте Своему партнеру Уйти Я Ну вот это опять же О моей психической реальности Я все время говорю Что любовь оправдывает все Если Ну вот один из важных вопросов Который может быть Вот как раз стоит задать Ты влюбился или ты влюбилась У тебя новая любовь Человек может не ответить тебе Но еще раз повторю Что любовь оправдывает все В том числе и не любовь То есть если она закончилась Да То есть с чего я начала Она оправдывает Да Но вряд ли тут человек примет Вот И поэтому многие начинают бегать За своим партнером Да Бегать Названивать Пытаться вернуть Своего партнера В принципе что делает человек Он обесценивает себя Это же унижение Вот слово унижение Я не очень люблю Слово гордость Я не люблю Вообще В моей психической реальности Гордость Это не навреди себе Зачем Кому нужна такая гордость Если ты едешь в машине Повздорил На улице холод Грязь слякать Ты говоришь Останови машину Выскочила Он уехал А ты стоишь без копейки Денег Думаешь Горда Я ворона птица Гордая Но глупая И так далее Поэтому Здесь речь об обесценивании Именно о понимании Того что я обесцениваю себя Но неужели я настолько неценная Прежде всего Сама для себя Или сам для себя Хотя Больно Безумно И люди пытаются Любыми способами Вернуть своего партнера В том числе И при помощи психотерапевтов Мне кажется Чем больше они пытаются Тем дальше партнер удаляется Поэтому Да Здесь что нужно сделать Мы не можем повлиять на партнера Дорогие мои Хочу вам Прям тщательно попросить вас Категорично может быть даже Не надо ходить Ко всяким там Экстрасенсам Бабкам И тому подобное Но не можем мы влиять на партнера Мы можем влиять Только на себя И что нужно сделать Фокус Восприятие Перенести на себя То есть начать Заниматься собой Вначале конечно же Стоит попробовать Перебить эмоцию Ну Потому что Запоминается только яркое И вот на это яркое На вот это тело боли Нужно найти еще что-то более яркое Я не знаю Прыгнуть с парашютом Или я не знаю Пойти потратить все деньги И купить какую-то Я не знаю Сделать покупку своей мечты Или я вот например Поехали путешествовать Да У меня вот учебная аддикция Я учиться люблю Потому что Когда я вот прихожу И там На каком-нибудь там семинаре Получаю какие-то знания У меня вот У меня просто Мир вокруг меня Перестает существовать Я только впитываю То есть Но Для каждого человека Своё Психической реальности Своё изменённое сознание Кто-то да Алкоголизирует Кто-то там Я не знаю Может быть в лес поедет Рыбу ловить Но мне кажется Сидя с удочкой Около озера Ещё больше тебя накроет Ну В моём понимании Ещё раз повторяю Ты концентрируешься на рыбу уже Да уже Переключаешь внимание Рыболовые Несогласные будут Мы поняли друг друга Да Ну для многих Конечно же Расставание Это просто шок Особенно если это Первое расставание Для всех С ним справиться Очень-очень тяжело И что мы делаем Во время стресса Во время стресса Мы слетаем в регресс И здесь срабатывают Три биологических потребности Это сон Еда Секс Мы или много спим Или вообще Бессонница От того Что вот Нас бросили Расстались Или мы Вообще Кусок горла Нам не лезет Или мы вот просто Мы вот хотим Вот что называется Есть-есть-есть-есть-есть В частности Кстати то о чем Сказала я Знания Это тоже может быть Как еда То есть я пожираю Знания Или я пожираю Впечатления Если я поехала Путешествовать И так далее И секс Или Очень часто Партнеры Когда расстаются Начинают пускаться Что называется Во все тяжки Это есть не что иное Как регресс Это вот То самое Детская реакция В которой слетает Любой человек В то время Когда он испытывает Ну вот такой шок Или вот такое Дискомфортное состояние Либо Это может Трансформироваться В такую вот Псевдосексуальную активность Без конца Слушаю музыку Какую-то Такую вот Заунывную Или вот Фильмы какие-то Мелодраматические Смотрю Или вдруг У меня открылся Вдруг у меня открылся Да Какой-то талант Я вдруг начинаю Писать стихи Писать стихи Картины Музыку И так далее Но это все Как раз детские Регрессивные реакции А Кто-то начинает Сублимировать То есть уходить В работу с головой То есть Работа Это не та сильная эмоция Которая говорила Пойдите Попробуйте что-то новое Ну сядьте на лошадь Попробуйте поскакать Там такую эмоцию Получите Особенно если Эта лошадка Вас понесет Куда-нибудь То есть Вот именно Об этом я говорю У нас буквально Вот да Две минутки осталось Да еще буквально Избавиться от напоминаний То есть убрать Фото Подарки Еще что-то Не надо Прям рвать Резать Хотя некоторые Говорят Да что вот это Помогает Ну выходу агрессии Может быть Ну слушайте А вдруг Ну вдруг Вот так Вот через два дня Он вернется А вы уже Разрезали Платье Шанель А он скажет Другое Еще раз Не куплю И так далее А в письменном виде Поэтому по-разному Разлюбляют мужчины Женщины Женщины чаще всего Кстати Трансформируются Они идут Учатся Например заканчивают Курсы Неролингвистического Программирования С целью вернуть Его обратно А потом выясняется Что уже целая куча Там других мужчин На этих курсах была Уже никто не нужен И просто Примите Все как есть Войдите в состояние Негативной Неактивности Ничего не делайте Ничего не делайте В течение Трех Месяцев О То есть мы теперь Дошли до этой даты Да Наконец-то Ну что же О том как правильно Расставаться Нам сегодня Рассказала Ирина Богачик Ирина Михайлова Также была в студии Олег Пек Помогал как мог И встретимся Теперь мы Через какое-то время Да Обозначим дату И предлагаю Гражданский брак Да Нас уж обещали Нашим услышам Любой гражданский брак Спасибо большое